привет сегодня мы поговорим о мясе где мы покупаем мясо и какую какое мясо мы кушаем заодно самый самый удобный момент я покажу как мы готовим это те самые стейки которые я очень часто готовлю по российским меркам это шашлык пахнет точно так же как шашлык очень вкусно у меня пришло время и перевернуть готовится всего лишь 20 минут представляете 20 минут это говядина она ничем не замаринована обычное мясо только сверху приправлено специями она 10 минут с одной стороны попеклось и сейчас 10 минут на другой стороне и будет готов ужин и перекус на следующий день итак поехали дальше пока наши шашлычки готовятся каждый год может быть даже два раза в год но чаще всего один мы покупаем корову на ферме то есть мы покупаем готовую корову мы ее покупаем за 68 месяцев до того как ее будут забивать то есть а у нас есть несколько знакомых фермеров которые держат коров говядину и они показывают фотографию на ухе у коровки есть бирка девочка или мальчик и коричневая или фиолетовая у всех фермеров по-разному показывают нашу коровку говорят примерно сколько будет она весить и мы ее как бы откармливаем потом ее забивают нас предупреждает примерно за месяц что через месяц ваша коровка будет забита и примерно мы понимаем что через месяц и три недели к нам приедет наше мясо то есть коровку забивают обрабатывают разрезают по кусочкам и упаковывают сегодня приедет наша коровка которая планировалось прибыть к нам в мае но из-за того что у нас карантинные вот эти все процедуры то соответственно все задержалось вот и коровка к нам прибывает только в августе мы с мая и ждали у нас мы храним ее в морозилках в гараже вот это одна морозилка здесь кстати коровку полностью обделывать даже делают фарш покажу это готовый фарш в прошлом году мы брали на две семьи одну корову в этом году мы взяли одну корову полностью нам вот здесь написано адам это наш брат и у нас было напополам с адамом но оформляли все на него поэтому эти индивидуально под каждую фамилию вот у нас был фарш ливер то есть печень здесь вот в этом морозилке у нас хранится в хранился фарш вот нашей вторая морозилка большая тяжело открывается в этой морозилке хранится мясо вот мы почти все уже закончили специально чтобы сегодня приехала коровкой и ей было мясо было мясом ей было место третий наш холодильник здесь только часть вторая часть морозилкой если не поместится то и сюда сделаем тоже давайте посмотрим что к нам приедет сегодня в этом году коровка маленькая по моему только 900 паундов сейчас муж приедет спросим вот таким образом мы заказываем корову то есть магазине магазине мы покупаем очень редко в основном у нас идет все органик потому что мы живем в таком сельскохозяйственном штате где грех не попользоваться своим родным тем более когда мы ездили отдыхать во флориду мы посетили очень хороший ресторан и когда мы попробовали их не мясо сказали у вас отличное мясо где вы его покупаете нам сказали мы его заказываем отсюда то есть а его и небраска это главные но не главные поставщики хорошего мяса особенно где стейки во флориду калифорнии не знаю может быть я не удивлюсь вот такое мяско получилось шипит на все про все 20 минут а у меня за кадром очень громко звучит что обычный американский сериал с субтитрами который помогает мне изучать английский язык быстро быстро иду иду вот смотрите как приехала наше мясо я успела его поймать а мужу как всегда музыка орет во всю вот это холодильники в которых упакована наша коровка я посмотрим куда мы у нас интересненько а 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 и а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вот через неделю только уже другой фермер там специальная станция у фермеров есть но есть определенные люди которые занимаются разделкой то есть эту тушу отвезли на специальный приемник и там ее разделывали ее разделывали полностью все упаковали и когда ее разделывают у нас спрашивают что вы берете то есть мы голову ноги и копыта хвосты языки внутренние части мы ничего не берем то есть мы можем брать если мы хотим но так как мы это не употребляем мы это не берем и в итоге муж сказал что после всей обработки у нас осталось 500 паундов 536 по моему что или или около того 500 с чем-то паундов осталось за то чтобы разделать корову примерно цена такая же как и купить когда мы получили то есть люди которые обрабатывают вот компания которая разделывала тушу она тоже потом представила свой счет уже по другому весу то есть мы сначала купили деньги отдали в одну сторону потом за разделку обработку обработку мы тоже заплатили и вчера муж считал у нас получилось 500 в среднем по моему 500 паундов и 1 pound 2 доллара 30 центов нам вышел то получается один паунд это 460 грамм до чего-то такое вот вы можете уже представить какие здесь цены а те части тела шкура и внутренности и голова которые мы не купили оказывается тоже не пропадают сразу же на следующий день после разделки существует другой рынок на который вывозится все эти элементы вот все эти части и продаются оказывается тоже рынок очень даже приличный и очень даже занятой где но в смысле не в смысле занятой а пользуется большим спросом где люди покупают все эти деликатесы например когда я жила в россии и я тоже из деревни как бы я тоже так считаю что я здесь деревню вот я например сама непосредственно участвовала в обработке вот кишки и мы мыли голову я не делала но я видела вот язык заварной или заливной готовят считать деликатесом желудок я пробовала ливер какие-то другие части вот холодец и и из из каких-то частей костей варили как бы вот эти все внутренности и я это все видел и в своей прошлой жизни это все использовала но здесь все иначе здесь я уже не ем я уже не люблю ничего такого я только употребляю чистое мясо но таким образом у нас обстоят дела с белком которые являются очень полезным и составляющим для нашего организма до следующих встреч в следующих встреч